Кто против нас воевал? Азербайджан вместе с Турцией. Пакистан помогал. Белоруссия, Израиль, Украина продавали, давали оружие. Это вообще парадокс. Ничего, ничего, это нормально, продавали. Англия координировала, курировала эту войну. Так я вам другой вопрос задам. Это не только они воевали против нас. У меня была недавно странная информация. Буквально на днях. Китай дал Турции 15 миллиардов долларов. Ну, это версия. Для чего? Для чего говорят? Я не ручаюсь за это. Провести шелковый путь, вы знаете, по Закавказью. А Карабах это проблемная территория, которая могла бы мешать вот этим узловым связям. Хотя могла бы войти и перестать быть мешающей. Может быть, может быть. Я не ручаюсь, но есть такая информация. И второе. Япония дала Турции деньги. На которые Турция, благодаря которым она помогает Украине. Для чего это делается? Может отвлечь внимание России войной на Донбассе. За Кавказье. Благодаря чему Япония спокойно заберет Курилы и Сахалины от ослабевшей России. Китай спокойно зайдет в Сибирь. Это выгодно НАТО, выгодно Англии, западному миру всему. Такие силы были брошены против нас. И мы 44 дня устояли. Не считая огромное количество демонических сил, которые воевали. Я не хочу сейчас об этом говорить, потому что многие не поверят в это. У меня есть факты. Но это мы с вами можем отдельно. Демонические силы. Да, именно демонические силы. Да. Демоны! 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 То есть, я хочу, чтобы вот обращаясь сегодня к нашим слушателям, вы эту веру в себя, в свою миссию как-то благословили, что ли, я не знаю, чтобы подчеркнули ее. Да что благословить, если бы все это рождение Гаи. Потомки Гаи. То есть мы благословили. От Гайка благословили, потому что мы его имя несем. Мы его миссию должны, мы просто должны осознавать свою миссию. Миссию Гайка. Не бояться быть малочисленными, зло побеждать и быть верными воинами Бога. Больше ничего.